Какой приговор выносят взрослые ребёнку после садика? Здравствуйте, Мария Ивановна! Я это на автобус просто опоздал, поэтому и вот задержался. Так, сегодня мне твои объяснения вообще не нужны. Быстренько садись на место. Ого, повезло ему. Клёво, халява. Здорово. Везунчик. Как так? Не знаю, сам пронесло, чё-то даже вообще дневник не взяли. А чё происходит вообще? Так, без разговоров. У нас сегодня с вами очень важное дело. Скоро конец четверти? Контрольная? Ты чё? Как контрольная, ну? А что, мы уже два дня не писали контрольную, надо что-то написать. Так, контрольная будет только после того, как мы решим этот важнейший вопрос. Ну так, давайте просто не решать этот важнейший вопрос. Да и всё. Ну или долго его решать. А, до конца четверти. Ага. Ребята, это очень важный вопрос, и решить его нужно именно сегодня. Даже важнее, чем контрольная в конце четверти? Важнее, потому что нам нужно выбрать капитана команды КВН. Ого! Так что, скоро КВН? Давайте скорее меня выбирать. А что это тебя выбирать? Может, кто-то другой хочет? Вот именно. Например, я могу быть капиталом. Ага, конечно. Не говори, кто же мне капитан? Капитан должен быть смелым, умелым, находчивым. И весёлым. Правда, Марья Ивановна? И весёлым, что немаловажно. Да, Тупорев, ты прав. Только выбирать мы его будем голосованием. А это как, Марья Ивановна? Я раздам вам бумажки. Вы напишите того, кого хотите видеть капитаном. Потом я посчитаю и скажу, кто выиграл. А за себя можно голосовать? Ты лучше за меня голосуй. Ты тоже понял? За кого захочу, за того я буду голосовать. Можно и за себя, и за друга. Короче, держите тоже бумажки. Так, значит, можно и за друга. Голосуй лишь за меня. И за себя, да? Ну ладно, есть и денька. Ну, Тупорев, Капитан. Конечно. Марья Ивановна, Марья Ивановна! Что, Тупорев, готов? Неа! Марья Ивановна, я это... Листочек испортил. А дайте, пожалуйста, еще один. На, аккуратней будь. Ну, Марья Ивановна. Я все готова. Затупин, как у тебя дела? Тоже готова. Ну так передавай. На, передай. Марья Ивановна, Марья Ивановна! Что, Тупорев? Марья Ивановна, стесняюсь спросить. А я еще одну бумажку испортил. Может, у вас будет? Неудивительно. Хоть бы что-то раз в первую разу смог сделать. Абатанов, передай мне, пожалуйста. Волнуются, наверное. Ага, именно. Марья Ивановна, вот мой листик. Ну, хорошо. Все отлично, быстро справились. Время почитать голоса. Затупин, Заучкин, Ботанов, Тупорев, Тупорев, Тупорев. Ну все, Марья Ивановна. Можно и контрольную написать. Вопрос решен, правда? Кто тут капитан? Я тут капитан. Марья Ивановна, поздравляй меня. В смысле? Затупин не спешила поздравлять. Марья Ивановна, вам не кажется, что тут что-то подозрительное? Что подозрительного? То, что не ты победил. Марья Ивановна, а почему штанка бумажа? Вот именно. Их больше, чем нас в классе. Да нормально все. Марья Ивановна, не слушайте их. Они просто завидуют. Тупорев, ну неужели ты думаешь, что я такая глупая? Здесь шесть бумажек, а вас четверо. Вот-вот. И я бы еще почерк проверил. На тех бумажках, где фамилия Тупорев. Да, хитрый же ты Тупорев. Значит, я так понимаю, каждый проголосовал сам за себя. Выбрать капитана не получилось. Что же нам теперь делать? Шутить. Эм, поподробнее, Заучкин. Каждый шутит. И кто лучше пошутит, тот капитан. Правильно, коллега. Поддерживаю. А ведь это хорошая идея, Марья Ивановна. И справедливо. Без обманов. Ну, хорошо. Я готов начать. Я готов даже без подготовки начать. Хорошо, выходи. Шутка про некоторых учеников. Например, Тупорев, запомни три правила. Какие еще три правила? Первое правило. Не отступай. Ну да, правильно. Надо быть смелым. Второе правило. Не сдавайся. Ну, все верно. Надо быть сильным. И третье правило Тупорев. Не с глаголами пиши раздельно. Ха-ха, хорошая шутка, коллега. Ну, такое себе. И что это за шутка? Ты что тут намекаешь? На что, а? На то они и шутки Тупорев. Что в них есть намек на кого-то. Так, молодец, Ботанов. Тупорев, помолчи. И вообще, может быть, ты хочешь следующим? Не-не-не, я пока еще подожду. Я послушаю других. Марья Ивановна, можно я следующим? Конечно, выходи. Шутка? Загадка? Внимательно слушаем тебя, Зоучкин. Какой приговор выносят взрослые ребенку после садика? Хм. Хм. И какой? Одиннадцать лет строгого режима с конфискацией игрушек. Ха-ха-ха. Классная шутка, Зоучкин. Ха. Неплохо, малой. Неплохо. Че-то я не догнал. Неудивительно, капитан КВН. Ну и ладно. Давай ты теперь, твоя очередь. Молодец, Зоучкин. Ну что за тупин? Давай, если ты готов. Марья Ивановна, а можно с места? Да пожалуйста. Тринадцатилетний учащийся неожиданно закончил школу экстерном. Сдав экзамены за девятый, десятый и одиннадцатый классы. А также деньги на шторы, новую арктехнику и ремонт спортзала. Ха-ха-ха. О да, чувствуется тоже проколотый из нашего класса. Я не понял. Ты на кого тут опять намекаешь, а? Не на кого. Я просто так. Марья Ивановна, раз тупарю встал, может он свою шутку расскажет. А что, справедливо? Давай тупарю. Ого, есть одна. Так, значит, у ученика запись в дневнике от учителя. Короче, на уроке рисования ваш сын нарисовал сто долларов. Так, что мы вас просим, чтобы он как можно реже пропускал наш предмет. Ха-ха. Потому что мы уже начали собирать на новые компьютеры. Ха-ха-ха. Ну как? Да неплохо. Отлично считает. Кто-то даже сам на себя намекает по ходу. Такая себе шуточка тупарю. Марья Ивановна, да кто капитан? Наслушалась я вас, ребята, и вспомнилась мне одна шутка про школу. Хотите услышать? Конечно, Марья Ивановна. А что? А вдруг вы выиграете? И вы будете капитаном нашим тогда? Думайте. Я не против. А что, Марья Ивановна, я тоже не против. Если ваша шутка будет лучше, то вы будете капитаном. Все цело поддерживают. Все знают сказку о бесплатном образовании. Так вот, сказка ложь, да в ней намек. 20 баксов за урок. На что это вы намекаете, Марья Ивановна? Какие 20 долларов? Марья Ивановна, ну за что такие деньжища? У меня репетитор дешевле стоит, Марья Ивановна. Да какие 20 долларов? Это же просто шутка. А, ничего не важно. А, глубокая? Ага. Стрёмная. Ну так, все, Марья Ивановна, шуточки у вас. Вообще неплохо, да. Я даже боялся. Что, вы попробуйте? Марья Ивановна старалась. Ха, клево. Спасибо, дети, спасибо. А кто будет капитаном, пишите в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok